Таблетки Unidox – это бактериостатический и антибактериальный препарат. Показания. Применяется для лечения остеомиелита, сепсиса, подострого септического эндокардита, перитонита, инфекции дыхательных путей, в том числе фарингит, острый бронхит, обострение хронической и обструктивной болезни легких, трихиит, бронхопневмония, долевая пневмония, внебольничная пневмония, абсцесс легкого, эмпиемоплевры. Применяется для лечения инфекций лорорганов, в том числе отит, синусит, танзелит, инфекции мочеполовой системы, цистит, пиелонефрит, бактериальный простатит, уретрит, уретроцистит, урогенитальный микоплазмоз, острый орхиепидидимит, эндометрит, эндоцервицит в составе комбинированной терапии. Unidox применяется для лечения инфекций, передающихся половым путем, урогенитальный хламидиоз, сифилис у пациентов с непереносимостью пенициллинов, неосложненная гонорея, паховая гранулема, венерическая лимфогранулема. Применяется для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта и желчеводящих путей, холера, иерсинеоз, холецистит, холонгит, гастроэнтроколит, бациллярная и амебная дизонтерия, диарея путешественников. Применяется для лечения инфекций кожи и мягких тканей, тяжелой угревой болезни, инфекционных заболеваний глаз в составе комбинированной терапии, трахома. Применяется для профилактики после операционных гнойных осложнений и малярии, при кратковременных путешествиях менее 4 месяца на территории, где распространены штаммы, устойчивые к хлорохину и периметамин сульфодоксину. Как принимать курс приема и дозировка? Таблетки растворяют в небольшом количестве воды, около 20 мл, с получением суспензии. Таблетки можно также проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запивая водой. Препарат предпочтительно принимать во время еды. Принимают таблетки сидя или стоя, что уменьшает вероятность развития эзофагита и язвы пищевода. Препарат не следует принимать непосредственно перед сном. Обычно продолжительность лечения составляет от 5 до 10 дней. Взрослым и детям старше 8 лет с массой тела более 50 кг в первый день лечения назначают 200 мг в сутки в один или два приема. В последующие дни лечения по 100 мг в сутки в один прием. В случае тяжелых инфекций назначают по 200 мг в сутки в течение всего периода лечения. Для детей в возрасте от 8 до 12 лет с массой тела менее 50 кг средняя суточная доза 4 мг на килограмм в первый день, далее по 2 мг на килограмм массы тела в сутки в один или два приема. В случаях тяжелых инфекций препарат назначают в дозе 4 мг на килограмм ежедневно в течение всего лечения. При неосложненной гонореи, за исключением аноректальных инфекций у мужчин, взрослым назначают по 100 мг два раза в сутки до полного излечения, в среднем в течение 7 дней, либо в течение одного дня назначают 600 мг, по 300 мг в 2 приема. Второй прием через 1 час после первого. При первичном сифилисе назначают по 100 мг два раза в сутки в течение 14 дней. При вторичном сифилисе по 100 мг два раза в сутки в течение 28 дней. При неосложненных урогенитальных инфекциях цервиците, негонококовом уритрите, назначают по 100 мг 2 раза в сутки, в течение 7 дней. При угревой сыпи назначают по 100 мг в сутки, курс лечения от 6 до 12 недель. Для профилактики малярии назначают по 100 мг 1 раз в сутки, за 1-2 дня до поездки, затем ежедневно во время поездки и в течение 4 недель после возвращения. Детям старше 8 лет по 2 мг на килограмм массы тела 1 раз в сутки. Длительность профилактики не должна превышать 4 месяцев. Для профилактики диареи путешественников 200 мг в первый день поездки, в один или два приема. Далее по 100 мг 1 раз в сутки, в течение всего пребывания в регионе, не более 3 недель. Для лечения лептоспироза по 100 мг внутрь, 2 раза в сутки, в течение 7 дней. Для профилактики лептоспироза по 200 мг 1 раз в неделю, в течение пребывания в неблагополучном районе и по 200 мг в конце поездки. С целью профилактики инфекции при медицинском аборте назначают 100 мг за 1 час до и 200 мг после вмешательства. Максимальные суточные дозы для взрослых до 300 мг в сутки или до 600 мг в сутки в течение 5 дней при тяжелых гонококковых инфекциях. Для детей старше 8 лет с массой тела более 50 кг до 200 мг. Для детей от 8 до 12 лет с массой тела менее 50 кг, 4 мг на килограмм массы тела ежедневно в течение всего лечения. При почечной клиренс креатинина менее 60 мл в минуту и печеночной недостаточности требуется снижение суточной дозы доксициклина, поскольку при этом происходит постепенное накопление его в организме, риск гепатотоксического действия. Противопоказания. Гиперчувствительность к антибиотикам группы тетрациклинов. Тяжелые нарушения функции печени или почек. Порфирия. Детский возраст до 8 лет. Специальные указания. Существует возможность перекрестной устойчивости и гиперчувствительности к другим препаратам тетрациклинового ряда. Нельзя применять лекарственные средства, тормозящие перистальтику кишечника. Длительное применение препарата может вызвать дисбактериоз и вследствие этого развития гиповитаминоза, особенно витаминов группы В. Для предотвращения диспептических явлений рекомендуется принимать препарат во время еды. Во избежание развития эзофагита или язвы пищевода необходимо применять препарат с большим количеством воды и избегать применения препарата непосредственно перед сном. О влиянии на способность управлять транспортными средствами, машинами и механизмами неизвестно. В случае развития головокружения, нечеткости зрения или двоения в глазах, управление автотранспортом или механизмами не рекомендуется. Побочные действия. Со стороны пищеварительной системы. Анорексия, тошнота, рвота, дисфагия, диарея, энтероколит, псевдомембранозный колит, эзофагит, язва пищевода, темное окрашивание языка, поражение печени, во время длительного приема или у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью, холестаз, дерматологические реакции, фотосенсибилизация, макулопопулезная и ретиматозная сыпь, эксфолиативный дерматит, аллергические реакции, крапивница, ангионевротический отек, анофилактические реакции, обострение системной красной волчанки, перикардит, синдром сходной сывороточной болезнью, многоформная ретема. Со стороны системы кроветворения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нитропения и азинофилия, снижение активности протромбина. Со стороны эндокринной системы, у пациентов, длительно получающих доксициклин, возможно обратимое темное коричневое прокрашивание ткани щитовидной железы. Со стороны центральной нервной системы, доброкачественное повышение внутричерепного давления, анорексия, рвота, головная боль, отек зрительного нерва, вестибулярные нарушения, головокружение или неустойчивость, нечеткость зрения, двоение в глазах. Со стороны мочеводелительной системы, увеличение остаточного азота мочевины, за счет антианаболического эффекта. Со стороны костно-мышечной системы, токсициклин замедляет остеогенез, нарушает нормальное развитие зубов у детей, необратимо изменяет цвет зубов, развивается гипоплазия эмали. Прочие, кандидоз, гласит, стоматит, проктит, вагенит, как проявление суперинфекции. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре от 15 до 25 градусов. Срок годности 5 лет. Из аптек отпускается по рецепту.